Надевай тапочки. Желаю мира и приятного просмотра. С вами Эд Скобаровский, с ней приехал к моему гостю. Здравствуйте, мои хорошие. Хочу тебе кое-что предложить, поговорить, так сказать. У тебя тут сеточка такая, это от чего? Мух? Это от попугайчика, чтобы он не вылетел. Чтобы он в другую комнату вылетел. Понятно. Потому что летит в другую комнату и может вылететь. А там у меня на балконе нету сетки. Тут сетки есть, а там нету. Фу, задыхалась. Блин, пешком ходить уже на старость лет. Катайся на лифте. Да какие у меня новости. Я говорю, так катайся на лифте. Чего? Приложение скачаешь, не будет никаких проблем. Дело в том, что я пока бумагами занимаюсь. Какими? Ну, трудовую заказала, заберу. Хочешь прикрыть чуть-чуть, да? Трудовую заказала, заберу. Потом, что я еще сделала? У меня забирали трудовую, сколько это лет назад. Ты думаешь, мне это интересно? В 2006 году. Я только посмотрела, там, ой, там работа, то все. Вот, короче, теперь я хочу ее забрать, потому что мне скоро на пенсию и останусь я без восьми лет стажа. Там сейчас придираются. Ну, и раньше так придирались ко всему. То есть каждый эти вот. Ну, как-то мне написал трудовой отдел кадров раньше, что отдел кадров этим занимался. Все, уже неправильно. Идите там, ищите и делайте себе. Сосвитня продовольчая программа ООН. Горубые макароны. Так. Потом это. Да мне это не интересно. А, ты хочешь какие-то новости? Так я же тебе говорю, что бегаю, документы делаю. То, 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 то все. То, вот это тоже. Ты оправдываешься. Так, в общем, у меня к тебе есть предложение. Я с этим предложением уже несколько лет к тебе приезжаю. Вот. Какое? И, думаю, надо, короче, навести порядки тут. Ремонт? Да. А что ты тут будешь делать? В смысле, что тут делать? Тут надо много, что повыкидывать. Смотри, есть два варианта. Мы можем или же позвать людей, которые будут делать, но, соответственно, вы же тут живете, поэтому надо будет с одной комнаты в другую переезжать. Ты шо, столько мебели, куда это все делать? Или же второй момент, мы можем сами делать этот ремонт. Есть машина, вот, я буду делать. Финансовая сторона моя там, физическая. Вот. Ну, надо шо провести, тут какой-то ужас. Ты же это, ты же домой не зовешь меня, потому что тебе же неудобно. Надо навести порядки. Ну, неудобно в том, что просто у меня места мало, у меня кухня маленькая. Причем тут мало места? Это раз. А во-вторых, у меня же мои зверюшки. Все, от твоих зверюшек у тебя всех? Пошли, это ж ужас какой-то. Вот те зверюшки, это ж капец какой-то. Нет, так я... Их надо на работу отнести. Так я их на работу отнесу. Ну, все. Ну, летом я не могла их отнести, они там погибли от жары и от всего, кто их там будет кормить. Вот. Вот. Поэтому я их отнесу. Поэтому надо вот это вот поубирать, навести тут порядки. Вот. Ремонт сделайте. Да, я понимаю, сыну. Какой там ремонт? Чего? Мы уже второй месяц сидим без газа. Причем тут газ? А свет дают по два часа. То есть, когда я на работе дали свет, я уже осталась с чаем. Нету, света нету. И даже это... Ну, это вообще... Причем газ до того, чтобы навести тут порядки. Вот. Поубирать, повыпидывать. А кушать же. Человек живет и можно... Вот, у тебя есть мультиварочка на электричестве. Можно готовить. Я не могу ей пользоваться. Там на четыре человека порция. А я не могу так сварить на одну порцию. Если я сварю больше... Котик, котикам под подъезд выноси половину. А ну, скисает. А котики будут есть гарбузовую кашу или... Не знаю. У меня там есть гарбузик. Хочу гарбузить. Так что? Когда мы займемся тут ремонтом? Ремонтом? Да. Ты долго думал? Нет. Сейчас материалы. Все очень дорого. Самое дорогое это 70% всего ремонта. Это как раз таки работа. Мастера. 70%. 30% это только материалы. Материалы это вообще, ну, типа, 2 копейки. У меня у Саша дома такие ремонты поделал. У него ребенок будет, дочка. Господи, у меня... Он такие ремонты наделал сам. Ну, и там, что капец. Вот, говорит, конечно. Говорит, так вот делать, то нормально. А вот, если работникам... У меня аж руки затрясли. Что? Ну, потому что это деньги. А при чем тут... Ну, так я не твои деньги. Так не мои деньги. У нас нет денег на такой ремонт. Понимаешь? Ну, так... Мне хотя бы денег хватило, животных прокормить. Боже мой. Я говорю, так я буду покупать материалы и будем делать. Что? Ох, с чего ты их купишь? С чего? Да ну что, сколько это стоит? Просмотров почти нет. Причем тут это... Сколько там стоят эти... Плинтуса там, то все... Плинтуса мне не надо. И чтоб я ногами цеплялась на старый слет и упала. Ах... Плинтуса мне не надо. Это все надо поснимать. Я специально выкинула плитку. Ну, хорошо. Плитку мы можем оставить. Конечно. А вот это вот все остальное повыкидывать старое, поубирать. А я не против. Потолок подбелить. Ну. Вот. Ну, как бы... Убирать тут старье, выкинуть. В смысле, какое старье? Старье, вот все. Вот это вот мусор какой-то выкинуть. Вот потолок побелить, правильно. Вот это вот тоже сделать. Смотри, куда оно годится. Оно уже все старое посмотри. Потолок побелить. Вот это вот. Обои. Посмотри на эти обои. Плинтуса. Ну, плитку можно оставить. Вот это вот все сделать. Ну, это ж капец какой-то. Посмотри. Ну. Во-первых. Что? У меня, смотри. Вот микроволновку уже как бы... Вы отдали. Вам не надо. То не надо. Все не надо. Все у меня стоит. Куда я его дену? Это же новая микроволновка. Ну, так можно... Ну, хочешь, можно загрузить. Продай. А кто его кубик? Я тебя умоляю. Никто ничего не покупает вообще в этом OLX. Все там покупают. Ну, не знаю. Никто ничего не покупает. Если бы шла лакомку просить. Сейчас даю. Я уже к этому вопросу, ребят, возвращаюсь. Года два или три. Я не могу на вот это вот смотреть. Какого тут это? Ты даже в гости. Ну, типа, тебе неудобно, чтобы я пришел. Вот. Ну, потому что мне, я же тебе говорю, что я... А что, какие проблемы? Вот завтра мы загрузились, поехали в эпицентр, купили материалы и погнали. Вот. И погнали работать. В смысле? В прямом коромыслии. Мои запасы куда девать? Да на мусорку тут не запасы. Тут просто мусор какой-то, а не запасы. Я тебе говорю. Вот это что такое? Это уже тараканы завелись. Тараканов у нас вообще у всех море. Там с четвертого этажа съехали. Я же тебе дал потравить тараканов. Ты посыпала или ты яйцом своим делала? Я яйцом делала. А что ты тебе не сделала? А ты тебе этой штукой сделай, тогда тараканов не будешь. А как ей пользоваться? В смысле? По углам рассыпать. Там же берешь по чуть-чуть и не рассыпаешь. Да это все херня. Пошли в твою комнату. В мою комнату. Зачем? В двадцатом году я смотрел видео, пока я там жил. Вот. Там было все идеально, красиво, чистенько. Вот. А сейчас там что? Там какой-то хлив, попугаев, хомячков, крысок, рыбок, свинок. Кого там только нет. Это что, хлив или что? На работу всех отнести. Погрузим сейчас в машину и вывезем. В том-то и дело, что такая ситуация. Какая ситуация? Ну все, ситуация летом. Лето прошло. Лето. У меня там такие перемены, что я тебе даже не знаю, я у разбитого корыта. Начальство поменялось, вроде бы хорошее начальство пришло. И что, они возьмут твоих зверей или что? Ну при чем тут не возьмут? Возьмут? Это еще под вопросом, возьмут или не возьмут. Это ж надо от ветеринара все справки опять делать и все такое. Поэтому я не знаю как еще... К чему справки? Ну тогда раздай, вынеси на улицу, да и все. Отвези на птичку, сейчас загрузим, отвезем, да и все. Ты шутишь? Ну так а что ты тогда говоришь? Не примут. На птичку это что ты думаешь? Там на корм что ли отдать? Хомяков и все такое. Зачем тут это дома такое? На работу отнести? Ну ты ж просто. Так это же время, я же не могу за один день взяться, я сейчас в отпуске допустим. Ооо, в отпуске, чем мне заняться ремонтом? Не, у меня не везет. До 12, мы за 12 дней вот такие порядки наведем? Не 12, а 10 дней. Ооо, 10 дней, так мы можем заняться ремонтом. Смотрите как я в точку попал, я вообще четко приехал. А в какую точку попал? Ну что, ремонт? Завтра едем в эпицентр, покупаем материал и начинаем. Вот. Что? Издеваешься? Чего я издеваюсь? Ты не хочешь? Нет, я просто не помещусь. Куда я помещусь со своими животинами? В смысле, со своими животинами, своих на работу. Хотя бы 70% отнести на работу. Так я сейчас в отпуске, мне надо на работу ходить носить их? Нет, ну машину загрузить можно вывезти. Когда я выйду на работу, тогда я... Ну хорошо, ну... Оказывается, ты и хочешь так дальше жить? Я в гости даже не прихожу, потому что... Ты как сюда будет внук приходить? Ты представляешь, как сюда Святик придет? Ну... Пошли я покажу! У тебя 3-х комнатная! При чем тут? У тебя 3-х комнатная, ты там... Слушай, в 1-х комнатной у меня тоже был порядок. В смысле? У меня в 1-х комнатной был порядок. При чем тут 3-х комнатной? А у тебя 2-х комнатная? Ну, был порядок, и что? А у меня... Ну, пошли в твою комнату. Зачем мою комнату? Ну, пошли. Тапочки одел. Зачем? А что тут тапочки? Я думаю, я всегда босиком хожу. Зачем мои... Давай, я просто покажу. Это комната для животных. Это жужас какой-то. Потому что это корма, это все у меня. Ну, видишь, ты даже не пускаешь. Это капец какой-то. Это мои животинки. Ну, и это надо все вывести на работу. Навести тут порядок. Тут в 20-м году, всего 4 года назад, было чистенько, а ничего не было хлама. Теперь ужас какой-то. Ну, потому что тут кормят животные. Пусть сидят себе, и кешу не надо. Да просто какой-то ужас. Вон морковку. Ну, одного кешу остави, кисю. Все, остальных всех вывози на работу. Не надо вывозить пока. Это ж капец какой-то. Мне дадут кабинет. Все. Мне дадут кабинет. Это ужас какой-то. Как так можно жить? Поэтому что? Когда мы займемся ремонтом? На, я тебе вот это вот хочу дать. Ты меня это не... Понюхай. Нет, не подкупишь своими чаями. Так это не чай. А что, это лаванда? Это лаванда. На, тебе в шкафчик положишь. А моль там не заведется? И тут... Нет, это туда, где крупы. Вот. А это... Это ж я сама пошила, и вот это сделала. Вот. Включим в работу. Если что, там батя приедет, тоже включится. Будем делать, а что нет? Вот это все... Смотри, что это за ужас? Света нет, лифт не работает. При чем тут свет? Есть свет. Вот сейчас лифт работает. Ты сама не захотела идти, говоришь. Бо мы застрянем. График сейчас не выключат. Вот они выключают цвет не по графику. По графику. Когда им захочется. Нет, по графику. Все четко выключают. Не по графику. По графику. Давай лучше чай подключим. Ты если бы скачал Акиев цифровой, не было никаких проблем. Да, Ливан? Это... Ну, я термосом спасаюсь. А то за что выключат цвет. И все. И уже нет. Тебе большую чашку или маленькую? Так что? Блин, эти тараканы. Я к этому вопросу, ребят, уже подхожу года три. Уже три года. Постоянно вы говорите. О, ты так это. А что ты маме ремонт издашь? Сюда нельзя доступиться. Не пускает. Ну, потому что мне тут жить на старости. Я сначала говорил, я говорил, давай работников сюда запустим. То есть все сделают. Говорят, нет, я не хочу чужих людей пускать в дом. Хорошо, давай сами. Ты что, не помнишь, как у нас плитку... А, ты в армии был. Так плитку ложили. Не помнишь? Не помнишь. Вот. Человек ложил плитку. И что? Придет с 10 до 12. В 12 я ему готовлю пиццу в духовке. Попил чай и пошел до часу. И в час он уже ушел. Ну, хорошо. Не хочешь с работниками, сами можем сделать. Ну. Многие люди сами делают. Он кричит, что мне надо на другой объект. Ушел. Батя тут как расходился. Свежая плитка. Он все ногами потоптал. Говорит, знаешь, у меня такие работники. И у меня плитка теперь, когда я мою, она вот там неровности. Вот тут все повыкидывать, поубирать. Потому что как-то капец. Ты деньги платишь. Причем деньги платили хорошие. Деньги платишь, а человек тебе, он спешит на другой объект. Положил кусочек и помчался. Сейчас его уже нету. Вот. Поэтому. Поэтому. Я уже не хочу никаких работников. Это ты делал ремонт. Допустим, тебе было где жить, тут у меня. А я где буду жить, когда мне будут по 10, с 10 до 12 поработали и убежали. Сонины вон родители, у них работали, они в одной комнате, в другой делали ремонт. В туалете делали так. Ну, типа, это тяжело, конечно, сверлят, бурлят, тяжело. Но жить можно. Какой сверлят, бурлят? У меня попугай разрыв сердца получит. Отнесешь его на работу. А что мне должны сверлить, бурлят? У меня сделана плитка, все только помыть, собраться. Но я только ушла в отпуск, так что я еще помою ее. И все. Все надо вот это вот старье собрать и выкинуть. Купить новую посуду, навести тут порядки, все убрать. Навести тут порядок. Купить за какой шиши? Боже мой, ну. Я вообще не хочу уже работать. Десятый ривень, ну дорого. Я вообще уже хочу отдыхать. Мне тяжело на работу даже ходить. Хорошо, мы с батей будем делать. Не смеши. Ну, что? За что? Что за что? Я говорю, это недорого. Дорого. Обои купить там 500 гривен. Дорого. Что дорого? Это все дорого. Это недорого. Ну, а обои, допустим, переклею. И что? Что от этого изменится? В смысле? Вот это все повыкидет. В смысле? Навесит тут порядки. Ну, что закинуть? У тебя огурцы две банки несчастные закрыли, потому что газа нет вообще. Я огурцы не надо выкинуть. Ну, и что тут выкинуть? Вот эту, которая мне пригодилась. Какие-то ведра. Ну, кто этот. Какие ведра? Тут ничего даже лишнего нету, чтобы выкинуть. Короче, ты не меняешься. Я тут смотрела, даже нечего выкинуть. Вот у меня такая в банке стоит это. Что? Малиновка. Была малина. Уже никто не хотел ее есть. Я ее взяла. Батя залил кипятком, сахар добавил. Теперь шипучка. Да. Я себе пью шипучку. Знаешь, я тебе скажу так. Люди, я вот заметил, вот знаешь, живут там, значит, их все устраивает. Вот ты, допустим, там, работа, там, дом, то есть, знаешь, они живут и не меняются, значит, их устраивает. Если вот тебе устраивает, значит, тебе так нравится. Ну, как нравится. Я бы не хотел, чтобы ты вот так вот жила. Я вот это нахер, посуду-то все выкинул, все выкинул, вот это все очистить, убрать, с холодильника всю тут помойку тоже убрать, все вынести, вот это все. Вот это все можно тоже без делушки. Ну, это же просто капец какой-то. На подоконнике не должна лежать еда вот это вот такое вот. Не должно это лежать. Это у меня все под рукой. А что, я холодильник буду... Подоконник должен быть пустой. Холодильник буду рыпать, когда света нет. Причем тут холодильник? Крупа должна лежать в тумбочке. В тумбочке должна лежать, крупа. В тумбочке, в тумбочке, где тут тумбочки? Тут кухня 2 метра. Где тут тумбочки, ты мне можешь показать? У людей кухни по 15 метров. Да тебе хоть, тебе хоть 100 метров дай. Вот даже к своим родственникам зайду, кухня, ого-го, даже в кофемашину кофе варить. О, привет, ты где? Где ты? Ты же прилетел к нам? Это он за меня защищает. Тебе хоть 100 метров дай, ты все равно захламишь. И тысячу, и тысячу метров ты захламишь. Вот, ну, здрасте. В холодильнике, что там только нету? Это у меня... Все кроме порядка. Еда для животных. Иннокентий, ты что там кричишь, возмущаешься? Куда ты побежал? Кешка, ты где? Кишуля, поешь? Кишулька. Вон Кишуля сидит. Кишуля. Не ест его. Не ест. Ну, как так можно? Ну, я бы вот это вот навел по порядке. Ну, как можно? Вот так живу. Давай я тебе все хомячков покажу. Да не надо мне хомячков. Я хочу это. Ну, просто капец. Вот ведра какие-то. Ужас. Жесть. Ну, что ты хочешь? Что? Хочу ремонт закатить. Ну, зачем ты там в ванной снимаешь? Ну, нафиг ты вот это все снимаешь. Все. То, что тебе не просят. У меня воды горячей нет. Ничего нет. Он идет снимает. Нормально? Скажи же нет. Что? Иди вот и посмотри. Посмотри, что у меня тут есть. Ну, точно нет. Иди посмотри. Ладно, воды нет. Но это что же не означает? Вообще ничего нет. Ни газа, ни света. Угу. И ходим, и пишем. Вот, посмотри, какие мне малыши. Видишь? Вижу. Все, карапузи большие. О, хомячатки маленькие. Вон, раз, два, и там один вон убежал. Да, они уже бегают, но они еще слепые. Ага, их сколько, четверо? Да. Он там тоже один убежал. А родилось сколько? Четыре. Эй, ты там продавишь ему сейчас? Нет. Вот эта тряпочка. Ничего не придавлю. Четыре всего родилось. Вон он бегает. Да, я вижу, вижу, он бегает. Он уже, по-моему, глаза открыл, наверное. Ой. Это моя радость. Хомячки хомячками. Могично, вот и... Так что? Ой, скоро глазки откроют. Откроют. Убирает. Это ручная хомячка. Они у меня все почти ручные. Ну, есть все такие. Так что? А куда мы денем твой стол? Стол? Ну, переставим с одной комнаты в другую. В смысле? Что? В прямом. В каком? На нем будем делать, белить потолки. На твоем столе? Ну, он мощный, да. А на этом будем? Тот-то мощный. На нем можно встать. Ты что, шутишь? Да, что застелить его и на нем... Так он же дорогой стол. Я говорю, застелить его. Обтянуть, застелить и все. И что ему будет? Ножки, все застелить хорошо. Обтянуть и все. И на нем делать потолки, покрасить. Вот эти штуки подсдирать. Они же уже желтые. Ужас. Все повыкидывать. Вот этот хлам. Вот. Вывести на барахолку и по 10 гривен все сдать. Вот это все. Что там ничего не берет? Ну, значит, оставить его просто там. Просто оставить мусора там. На мусорку выкинуть и все. И все. Вот это, ну, надо вот это все убрать, очистить. Это продукты. Что ты собрался убирать? Вообще, я не понимаю. Шо? Ой, шо. Все. Порядки наводить. И ремонт. Нет, животинок я не выброшу. Выброси. Не выбросишь? А, отнести их. Я же не говорю их выбросить. Я говорю их отнести на работу. Кеша. Животинок я никогда не выброшу. Ты собираешься вот так вот жить? Ну, а шо делаю, так и буду жить. Чего ты не хочешь? Это невозможно. Я вот без камеры миллион раз, миллион раз говорил. Уже три года. Три года я к этой теме возвращаюсь. Давай сделаем, давай по-людски будем жить. Вот хорошо все будет. Ремонтик. Приятно. Пришел. Вот. Это все недорого. Это все, ну, в принципе, можно сделать. Но он не хочет. Я не знаю, как с этим бороться. Вот вы напишите в комментариях, как. Может, она почитает ваши комментарии. Я хочу, чтобы мама жила хорошо. Чтобы у нее было уютненько, чистенько. Вот не захламлено это все. Вот это же вот все. Это же устаешь морально. Ну, как так можно жить? Посмотри, как их нужно выбросить. Я не люблю выбросить. Просто их отнести на работу. У тебя там живой уголок. И все, пусть там живут. Ты ходишь туда на работу. Посмотри, какой живот. Сколько она кушалась. Ей дала, а ты вечером еще дам. А ты столько налупилась. Так что? Ребята, напишите в комментариях. Уговорите ее. Потому что я не знаю, как с ней бороться. Я хочу сделать ей ремонт. Но она не в какую. Не в какую. Так а что ты со мной говоришь? Ты с батей говори. А при чем тут батя? Какой ремонт? Ну, а при чем тут батя? Как ты скажешь, так и будет. Батя. Ну, ремонт. Потолок побили. Да не потолок. Все повыбрасывать. Все. А я говорю, очистить. Знаешь, освежить хату. Повымывать все. Поубирать. Вот генералку взять. Все очистить. Вот это все. Знаешь, так чистенько, хорошо было. Заходишь, тебе не хотелось, чтобы тут не кастрюли стояли. Ну, ты свое очищаешь и мне все привозишь. Стол. Что? Стулья, микроволновки, скоро стиралку привезешь. И что мне еще надо будет? И вообще у меня квартира будет склад. Что ты хочешь? Ну, могу загрузить это продать. Ну, там стол новый. Ну. Так при чем тут стол? А как тут можно делать ремонт? Там новый два стуля шикарные. Я же говорил, свои выбросьте, а вот этими пользуйтесь. В смысле, моим неудобные. А твои большие, габаритные. В моей кухне они никак не подсягнут. То есть, это что же надо подбирать под себя? Вы подбирали под себя, а я под себя. Маленькая табуреточка, чтобы только приземлиться. И все, у меня спинок нет, ничего нет. Тут со спинками не развернуться. Холодильник поотламывается вот эти ручки. Поэтому у меня так. Да? Спасибо за чай. Не знаю, чтобы бороться. Бери, вот еще у меня, знаешь, что есть? Ты ничего не хочу. Зефирчик. Я не хочу, я сегодня ел зефирчик. Возьми. Я уже ел зефирчик. Я по чуть-чуть ем. Я только утром тем буду. Хорошо, надо собраться и как-то подумаем. Так хорошо, завтра уже. Так в какой весне уже надо завтра брать и делать и в отпуске. Какой у меня отпуск? Мы тут за 10 дней такую, этот, сделаем конфетку. Просто конфетку сделаем. Да. Какую? У меня отпуск 10 дней. Ну, так за 10 дней, мы за 10 дней все сделаем. Я даже отдохнуть не успею. А потом у меня все будет работать. Ой, перетруждаешься. Да. Ой, не надо. Давай не будем. Давай, смотри. Чего ты морозишься? Тогда едь за границу отдыхать. 10 дней отпуска. Едь на море. Ты же ничего не делаешь, да? Куда я сама поеду? Боже мой. Ведь видишь, что ты, тогда что ты, 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 ты в отпуске не будешь. Как это ничего не буду? Давай, сейчас попробую. Конечно, у меня есть что делать. У меня там. Ну, давай. Таракашек давить, да? Таракашек буду бомбить. Я их и так бомбую. Если вот это все убрать, то и не будет таракашек. Погенералить, повыкидывать, вот. Давай все. Не красиво, что ли? Да ужас какой-то. Надо все повыбрасывать, повыкидывать. Посмотри, какие цветочки красивые. А девушки какие красивые. Ну и лапочки. Она елась, как арбуз. Я бы вот это вот фуру заказал бы, отсюда все нахрен бы выкинул. Вот. И сделал бы ремонт. Подоконники побелить, покрасить, все здесь навести. Как красиво сделать. Вот шторки какие-то красивые купить. Вот. Вот эти вот штуки поубирать тоже. Ну, что это за... Это от солнца. Э, сделаем тебе такие, что опускаются нормальные. Ролеты, а не вот этот ужас, если ты хочешь. В смысле, кстати, вот, может, ролеты, я не знаю, как они там делаются. Надо сначала тут навести, все поубирать, а потом это уже делать. Сарниз мне на голову свалился. Там и гвоздики есть, и все. А я от вазон там поливала и задела рукой, он только бух. Вот. Ну, посуда у тебя уже вся вот эта вот непригодная. Это тут все... Очиститься надо. Ну, непригодная, еще послужит. Зачем? Зачем? Зачем мне покупать новое, если еще это... Так я тебе куплю. Я куплю. Ну... Почему? Почему? Что у тебя? Зачем ты мне будешь покупать? Давай, давай, вот, собирать, будем выкидывать, вот. Все. Мы не знаем, что завтра будет. А что, ну, при чем тут завтра будет? Вот именно, так не знаем, что завтра будет. Ох и карабуз, ты что так налопалась? Просто... Я не знаю, что... Кокопку ела, что ты еще ела? Гарбузики ела, уже новые, молодые гарбузики. Вот это и наелась, как шарик. Кешка! Прекращай, ты это... Ну, так что? Это вчера или когда я ходила? Короче, я пошла, там полдня меня не было, прихожу, кеша нету. Да ну, не съезжай с темой. Я везде... Я не съезжай с темой. Нигде его нету. Ну, на месте сейчас же. Да. Так думай, чтоб хоть нигде не застрял там между клетками. Смотрю, он сидит под полотенцем. Накрылся. Ну, я вижу, он нормально, с ним все хорошо. Так что, что мы будем? Будем наводить марафет или не будем? Ну, в смысле? В прямом смысле. Убирать чей этот... Навести порядки. Не знаю. Чего? С тумбочек все погрузить, повыкидывать. Мы за 10 дней тут такие порядки наведем. Что именно с тумбочек? Все, выгружать, выкидывать, это все старье на мусорку. Ну, и что, что старье? Может, еще когда-то на дачу пригодится. Да на какую дачу? Ну, я еще не решила. Может, когда-то еще в село, батя в село тоже же ничего не продает. В селе там хлама и так хватает, оттуда еще надо вывозить. Тесюля, я тебе дала уже вкусняшку. Что-то хочешь. Ну, так что, ты, короче, думай. Да. А я поехал тогда домой. Когда? Давай, когда мы начнем? А возьми вон зефирчик. Да я не хочу, я делаю тебе зефирчик. Сейчас, Тесюля, что ты хочешь? Так что? На, тебе. Мы будем тут наводить порядки или не будем? Ну, не знаю еще. Чего ты не знаешь? А где то, что я тебе дала? Чего ты не хочешь? А, вот оно. Не знаю, как бороться с этим плюшкинизмом. Это плюшкинизм. Это плюшкинизм. Не знаю, как бороться. Зато у меня все есть. Человек хороший, но вот, ну капец, вот это такое творит. Зачем это вот? Надо повыкидывать. Так ты лучше скажи, мама, уже хватит работать, сиди дома. Тогда я отнесу животных, у меня не будет заботы, не будет работы. А я же хожу на работу, хожу. Давайте вот это вот, не съезжайте с темы. Я не съезжаю, поэтому у меня животные находятся на передняшке. Ты на работу ходишь на пару часов, все. И не каждый день. Не надо. Я же не открыла приют, мне никто не помог. А сама я не потяну. На, Тесюля. И так, спасибо Богу, что и котиков попристраивала, бездомных. На, и это, у себя хоть одна осталась. Ну что, мы будем тут наводить порядки или не будем? В смысле? В прямом. Не знаю. Я понял. Короче, думай, ребята, вы тоже пишите в комментариях, а я поехал. Мне еще куча бел. Надумаешь? Вот. Я тебе спрошу еще. Ребята, вы напишите в комментариях, как вы считаете? Надо очистить квартиру, сделать тут, поубирать, повыкидывать, купить новый там, посуд, туда-сюда. Вот. Как вы считаете? У тебя, он малыш растет, но малыша надо сколько денег. Ну, малыш сюда не придет, в этот ужас. А что ему приходить? Ну вот, что не приходить? Что никуда приходить к дитю? У него трехкомнатная, там шикарно, я буду приходить. Это понятно, что ты будешь приходить. Да. А он не сможет сюда прийти, потому что тут капец. Да. Ну, так что? На речку будет ходить. Куда он сможет прийти? У батя есть комната, батя придет. Там тоже ужас. Во всей квартире, начиная с балкона. Надо все очищать и выкидывать. Что? Плохо думал. Давно, я уже года три я тебе об этом говорю. А ты будешь содержать моих животных? Ты знаешь, сколько на них денег уходит? А что содержать? Ну, содержать. Причем тут животные? Ну, потому что у меня пять свинок. Пять мешков сена на зину надо. Ну. Так это все деньги. Посчитай, сколько это стоит. Один пакетик сена стоит, вот такой малюченький, 30 гривен. А это мне на три свинки. А еще второй пакет. Так а зачем тебе 150 свинок? Ну, потому что это свинки мои с работы. Ну, так отнеси их назад на работу. Ну, не могу я их сейчас отнести. Я только в отпуске. И кабинет мне еще не дали. Когда дадут, тогда отнесу. Да. Да. Поэтому кормлю их, пою их. Короче, ты в отпуске не хочешь заниматься ремонтом? Наводить чистоту, порядке? Нет? Ну, в смысле? Чистоту, порядке. Мне и так хорошо. Когда будет вода горячая, когда будет газ и саразу. Не может быть хорошо? Ну, не может. И так и живем. А что делать? Другого нет. Выбора нет. Есть выбор. Я же тебе говорю. А ты меня не хочешь. А в смысле что? За твои деньги вот это все? Ремонт делать и все выкидывать, и все покупать? Новая? Да. Не выдумывай. Тогда надо тебе еще идти на одну работу. Поэтому сейчас сработать трудно. Да что ты начинаешь? Сработать трудно. Тут ты не съезжай с тем. Я думала, давай доставай зефир. Будем зефир скачать. Давай зефир кушать. Я не хочу. Сейчас пойду свинку положу. Короче, вот так вот. Это бесполезно. Я не знаю, как бороться с тобой. Давай. Я не знаю, как свинку бороться. Не знаю. У меня он, видишь, у меня огурцов уходит им за два дня. Ни в какую не хочет. Ну да, вот я моя жладкая. Не знаю, как бороться. Напишите в комментариях, что вы можете посмотреть. Шкапец какой-то. Вот. Что там напишут? Предлагаю. Что тебе написать? Иди, малыш. Убираю, сделать тут. Навести порядки. Вот. Обновиться. Очиститься. Не хочет. Что тебе, что тебе не нравится? Что? Что тебе не нравится? Я хочу, чтобы вы жили хорошо. Да, и хочешь святика ко мне приводить. Да не буду я к тебе святика приводить. Не хочешь ходить, святику не ходи. Я что, завтрашиваю? Я при чем тут? Я к нему хожу, хожу. Вот. Это я заболела. Да, как не болеете, так что-то еще. А святика, допустим, куда ты приведешь? Ну, приведешь. Давай мы не будем вот этой теме. Мои дети, не хотите смотреть, не надо. Что такое? Давайте наведем вам порядки. Ну, я работаю. Как ты предлагаешь? Я каждый день на работе. Ты ей сказал, ты же проговорил, ты же сказала, ты в отпуске 10 дней. У меня в отпуске 10 дней. Ну, вот. Я не успею даже отдохнуть. Ты понимаешь, что я работаю. Я устаю. Дед, так ты же в отпуске. Так я тебе рассказываю, ты будешь в возрасте, это поймешь. Я спущусь, пока я... Никогда, я этого никогда не пойму. Никогда вот этого не пойму. А поймешь. Вот посмотришь. Пока я спущусь вниз по лестнице, я уже устала. Пока с работы прихожу, опять поднимаюсь наверху. На работе бегаю тоже по лестнице. И не гуляешь, работаю. И поэтому стою, прихожу уже вареная. Тем более я там жару. Я понял. Бесполезно. Ну, ты думай. Не ешь, Лефирчик. Почитаешь комментарии, там люди тоже напишут. Может, это... Ну, что напишут? Ну, я не знаю, может, что-то посоветуют. Ну, что посоветовать? Пусть работу мне предложат хорошую. Причем тут работа? Причем тут работа? Работа мне при чем? Мы говорим по поводу... Потому что... Навести порядок, ремонт сделать. Мне муж тоже говорит. Почему животные тут? А где? По-вашему, я должна даже летом жариться, на жаре там вместе с животными умирать, что ли? Или что? Поэтому я их забрала всех домой. Ой. Ладненько. Все, буду бежать. А ты меня услышала? Что? А что, другой темы нету? Какой темы? Темы... Навести... Я хочу сделать... Хочешь сделать порядок? Да. Собирай деньги и купи бате дачу. Да, пока вот тут не наведется в порядке... Какие порядки? Вот купи бате дачу. Никаких дач тут надо вести, чтобы там тоже было... И вывезется все на дачу. Да, конечно. В посуде и все. Вот. Вам зачем? А что ты туда не везешь? Заказывайте фуру, заказывайте фуру. И везите вот этот свой хлам в село. Там, что там будет это все на мусорку вывозиться, а что тут... По-моему, это хлам, а по-моему, это мое нажитое имущество. Это старое уже все. Уже не надо им. Это уже все. Свят жило. Долить тебе еще чай? Не, не, я уже буду бежать. Все. Ты меня услышала? Ну, в смысле? Ну, мне надо... Ну, деду собрался делать ремонт. Если у меня мебель некуда деть, и все такое. Я же тебе говорю, убрать, это очистить, ну, в смысле? Застелили, покрасили, вот это посрывали, новые поклеили, помыли всю плиточку. Это все старье выкинули. Все нахрен. Вместе с простыми... Что это будет делать? В смысле, кто? Я же тебе сказал. Ватиком будет сидеть. Я же тебе сказал. Мы в день по пару часов, ну, это много не надо. Час, два, три в день. Вот. Поехали, взяли, поубирали. Ну, и что? И что? Воды нет, света нет. При чем тут вода? Пешком таскать будешь все... Лифт работает, работает. Все нормально. Ну, лифт работает, но света нет. Будешь пешком таскать. Свет есть. Не всегда. По два часа в день. Не, да. По два часа в день. Так. Ну. Забирай, а то я тебе лаванду. Думайте. Я к тебе не отцеплюсь, пока вот это вот, ненавидим порядок. Да, да, я поняла. Что? Намек на то, чтобы я вылаживалась. В смысле вылаживалась? Чтобы деньги вылаживала. Я на зубы собрала деньги. Я сам буду выделять на это все. Я тебе буду выделять. Зубы не могу доделать, деньги надо. Я тебе говорю, я буду выделять деньги, ты ни копейки не потратишь. Я так не могу. Я еще работаю, мне должны дети помогать. Интересно. Поэтому я на это не согласна. Пока не сделаю себе зубы. Причем тут зубы. Сейчас есть время. Не холодно, туда-сюда можно навести тут порядки. Можно тут конфетку сделать. Можно. Ну. Все. Давай, Тюм. целоваться не будем. Ну, хорошо. Я заболела коронавирусом. Тогда все. Пока-пока, Кисюнь. Пока-пока, хорошая. Бери вон этот. Все. Пока, Кисюнь. Ой, хорошая девочка. Все. Бери лаванду. Не, а, лаванду. Ну, давай. Лаванду и это. Забираем лавандочку. Шоколадка там есть для Сонечки. Спасибо. Сейчас тебя завожу. Я пока начала... Так, все. Не надо мне ничего. Я вам лавандочку беру и все, хватит. Угоркой начала заниматься. Сейчас, думаю, еще тут на этой Соне. Так, а сиатику? Давай. Сиатику. Сиатику. Что-то купишь. Творожок или бананы. Все. Пока-пока. Ребят, пишите комментарии. Всем пока. Ты думай по поводу... Вот. По поводу... По поводу вот. Вот это вот все. Все просто вот так вот. Чик. Так, кстати, ищи дачу, чтобы куда-то это вывезти. Вот эти микроволновки. Вот зачем мне их столько, ты скажи. Все. Зачем? Продадим. Вот микроволновки продадим. А вот это все надо очистить. Это в микроволновках это... Ну, и микроволновки продать. И... Ой, там много всего продавать. Все. Пока-пока. Да. Я побежал. Короче, кстати, насчет... Что? Колеса, продаж нет. Ну, я с машиной. Ну, давай, это да. Пока-пока-пока. Пока-пока. Сонечке, привет. Блин, чуть дверь не убилась подняком.